Золотая орда Золотая орда Золотая орда Поэтому я хочу на правительственном уровне Казахстана и ряды странам передать эти законы на уровне президента, на уровне правительства. Пусть страны Евразии пользуются этим законом. Это будет настоящая евразийская политика, как раз будет начаться в 21 веке. Их церковь единственный закон на весь Евразию действовал с 13 века. Это холь, который проводили в четырех сторонах Золотой горной орды и четыре разному проводили этот закон. Поэтому четыре разных орда централизированы находятся в Великой Монголии и проводили этот закон. А сейчас мы даем письменные соглашения, письменные научные обоснования и выдаем первый раз на письменном виде. А вот эта книга означает, чтобы их церковь выполняет как учение братьев. Эти законы проводили тоже самые великие Александр, Атилла и Тимушин Чингисхан и его потомков. А вот эта книга, самая важная книга, она выдает золотую горную орду отца Тимушина Чингисхана. Эта земля сейчас находится на западной части Монголии. На этом земле мы сейчас будем строить столицу Батхана и Угодахана. И дальше эта ордынская политика не будет потерять. Мы будем начать уже постоянно доходящихся в столицах Золотой орды, в столицах Серебряной орды будем жить. Вот Батханская золото-ордынская политика мы сейчас переразведаем. И вот мы уходим в Батханскую золотую орду, забираем у себя. И он будет у нас в Монголии больше строить и находится будет. Мы сделали вот научное открытие, факс Монголика, который знает в европейских странах. Но там мы дополнили, чем это великая Монголия давали странам народам, евразии. И чем и как можно жить дальше в духе евразии. Ну и здесь все основано именно о геологических науках. А историки геологические науки не знают, географии не знают. И расхождение получается. И мы здесь все философия, геология, наука о земле. И все мы собрали. И здесь мы выдаем последнюю информацию, где зародилась жизнь на земле. Как раз здесь зародилась жизнь на земле золотой горной орды. Одно колитичное живое существо.